Вот человек из-за кадра появился. Я только из космоса и своей вселенной вышел в этот мир. Мы хотели Альберта посадить здесь, он сегодня у нас без камеры, поэтому он у нас, да, у нас сегодня вместе с нами слушатель. Хотели его посадить в кадре и сказать, вот это наш тотем. А вот это, наверное, я приобрету в скором времени. Мы сегодня слушаем Дэвида Гилмора, о котором я, между прочим, кстати, вообще не в теме. Не потому, что мне не нравится, я признаю, что да, это действительно гениальный гитарист. Это человек, который там сочинил кучу, ну, целый пласт такой, да, музыки разной, там, веха. Я прекрасно понимаю, что это гениальный композитор, гитарист, замечательный певец, вокалист, скажем так. Так, певцом, наверное, его слишком уж называть, да, но вокалист. Просто получилось так, что, в принципе, вся музыка Pink Floyd, за редким исключением, там, за несколькими альбомами, она просто не моя. Я ее слушаю с удовольствием, она мне нравится, все. Но это, скажем, не то, что хотелось бы мне. Зачем бы я вот прям охотился. И Дэвид Гилмор, он тоже, он, скажем так, не в числе моих фаворитов гитаристов. Мне просто немножко другие гитаристы нравятся. Ну, сам понимаешь, любовь зла, полюбишь и другого гитариста. Посмотри фильм «Глиф Помпей» 17-го года. Я его прекрасно знаю, я его ввешил в прошлый год. Он, какой, в прошлый год, вот в сентябре презентовали. А, второй, в смысле, второй, когда они вернулись в Помпеи, я на том же, я на оригинал подумал. Нет, он уже старый, посмотри, все изменишь. Да нет, я не говорю, что я там, как это, просто я не фанат. То есть я нормально к нему очень хорошо отношусь и с удовольствием, когда он где-то играет, вот как он, я надеюсь, мы сегодня его будем слушать, я его с удовольствием послушаю. Почему нет? Замечательный человек. Вот, у нас предмет, скажем так, нашей беседы, да, Дэвид Гилмор, его альбом «На острове», «На острове», вот не на островах, а именно «На острове», «On Island». Почему? Потому что я хоть и сейчас наговорил про то, что я про него ничего не знаю, да, но я же не могу неподготовленно прийти. Это метафора. И одновременно это констатация факта. Так как он британский подданный, он живет в Англии, а Англия – это остров, то, естественно, он говорит правду этим альбомам, что да, я на острове нахожусь сейчас, в данный момент. И в то же время это метафора о том, что человек, он бывает замкнут окружающим его пространством, окружающим его социумом, да. Человек может уйти в себя, ему некомфортно в этом обществе, и он может себя представлять живучим на острове. Ну, как вот мы бывает, отгораживаемся, да, от людей. Вот нам некомфортно с людьми, мы раз так отгородились, мысленно так стенку поставили между ними. Ну что, не бывает у тебя, но ты просто в автобусах не ездишь, вот если бы ты ездил в автобусе, ты бы… Бывает, и бывает еще в автобусах. А, ну вот, когда ты заходишь в автобусы, что-то некомфортно, там сидят какие-то, там, не знаю, тетки. Я на них вообще не смотрю в автобусе. О, ты на острове. Да. Вот это и имел в виду Дэвид Гилмор. А ты в курсе, когда альбом-то он представил, ну, родно вот это? А в марте? 6 марта 2006 года, в день своего шестидесятилетия, не меньше, не больше прямо, именно в день рождения, в 60 лет. Слушай, да он тоже мартовский, он получается… Ну, я мартовский. Ну, я-то не мартовский, я-то октябрьский. Я-то про тебя подумал, что буду про тебя думать. Я ж не говорил, что у нас в один, почти в один день с Брайаном Джонсом, когда мы делали передачу про Джорди. Ну, мог бы и сказать, между прочим, себя не похвалишь, никто не похвалит. Да, вот именно и сам альбом, то есть релиз был и представлен его именно 6 марта 2006 года. Слушай, вот это я не знал, кстати, вот, видимо, потому что я не считал Википедию и не посмотрел, когда он там родился. Да, просто альбом, посмотри, когда он релизовывал и… Меня знаешь, какой больше поразил факт? То, что, ну, понятно, это его третий сольный альбом, но то, что между вторым и третьим альбомом прошло 20, по-моему, два года. Много, с 80… В 84 году у него второй альбом проходил, это же… Да. Как? У меня в голове не было. Причем альбомы совершенно разные, у меня этот альбом, я его сильно люблю. Ну, они вот здесь вот с Вотерсом друг друга стоят, тот же тоже, любитель крайне редко альбом выпускать, у него тоже разница между альбомами, там может и 10 лет быть, тоже так, неспешно запрягают. Давай про него как-нибудь отдельно. Про него надо отдельно делать и не одну, наверное, тему. Живая легенда, и про него вот так вот между, как говорится, делом… Ну, видишь, с другой стороны, его не упомянуть тоже нельзя, потому что они же… у них же всю дорогу была, с одной стороны, сцепка, а с другой стороны, они постоянно в контурах были, ну, в Милк Флойде. Угу. Поэтому, так или иначе, он все равно всплывет в нашей беседе. Один у тебя альбом-оригинал шестого года, это вот этот. Да, да, это прямо и есть вот именно. Я тот не тянусь, не показываю, потому что он один в один практически. По-моему, четырнадцатый. Пятнадцатый, скорее всего, Парлофон. Переиздание, если Парлофоновская, то пятнадцатый. Да, это глуп. Угу. Издание Парлофон. Когда пятнадцатый год? Я на дискоксе просто посмотрел. Да, европейцы, но вот тут не пишут. Ну, вот, кстати, сегодня мы сравнивать-то не будем между собой, но вот это вот издание, оно практически… Вот с первого раза не услышишь разницы. Чуть-чуть потише, но записано очень здорово. Естественно, я себе такой тоже взял, слушаю я этот, когда хочу послушать остров дома. Тот стоит просто как rare. Ну, про цену тебе сказать оригинал? Ну, около трех соток стоит. В районе трех соток стоит. А этот уже… А этот два рубля. Ну, так, кстати, плакат, ну, во вложении плакат один к одному, вот, ставлю два плаката шестого года. Ну, как будто в одной типографии. И формат такой же, и все. Хотя формат самого конверта, вот покажи, что тут гораздо больше. Ни один наружный пакет на него не подходит. Ни современный, ни больше. Видишь, какая разница? Угу. Как банановые острова сделали. Не понять. Да кто их знает? Не понять вообще. Знаешь, они на самом деле не единственные, кто этим грешит, потому что… Совсем недавно по другому поводу заметил, что демократы, те же чехи. У них тоже конверты больше. У меня появился, знаешь, такой альбом такой, куда 20 пластинок прямо вот в конвертах можно вставить. И я такой, о, сейчас вставлю. Начинаю вставлять мелодия, входит там, ну, всякие входит. Пытаюсь вставить чехов. А они, оказывается, больше. Ну, это какие-то, видимо, нюансы. Ну, у него, кстати, по-моему, и толще, да, сам. Сам там, например, прям такой. Ну, здесь-то мы сейчас не пощупаем, он запечатанный. Вот, короче, хитрость в том, что вот этот запечатанный, и мы его не хотим распечатывать, раскрывать. Поэтому мы сегодня будем слушать… Настоящий. Вот, настоящий. И, кстати, это даже больший плюс для вас, для всех. Ну что, давай, может, приступим? Да, давай. Проигрыватель поменяли. А, кстати, ну, проигрыватель я вообще не обратил внимания. Я такой разява. Проигрыватель один. Проигрыватель один. Сам Хаус. CHB-19. По сути, это микросейки. Ага. Но, скажем, вот в таком дизайне. Ничего себе. Деревянные панели. Да. Это всё равно. Обалдеть. Год не скажу, какой, но это… Вон, он пасековый. Усилитель Харман Кордон. Ну, такой хай-фай средненький. Ну, из староделов. 670-е. Очень… Околонки… Маршал, да? Маршал и Онкио… Нет, Онкио… Онкио… Монитор R100. Вон, блокатор. Ну что там, вроде 11 лет прошло, ну там прям на ладу уже может сейчас взял концерт последний в Фампире, ну сейчас уже 71? Да. Сейчас прям на этот концерт смотрели, мы входили на бюре, и мы прям старые. Вы чувствуете хорошо, если вы все сами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ 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 МУЗЫКА Стилс, Козбель, Мэшн Дьян. Ну вот. Все здесь. Эндивайд у него там тоже присутствует. И мутилось же это все у него там в качестве второго гитариста Манзонеро из Рокси Мьюзик. И писалось вроде как, что не у него там дома все это. Ну какая-то часть. Типа своя студия. Ну я к тому, что там помимо Гилмара там хватает крутых всяких людей других. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Здравствуйте. Она I need no blessings, but I'm counting mine I guess not more than only mine When I see the taste in my children's eyes The theme is really soft I feel like I'm going to go to the beach I'm going to go to the beach I'm going to go to the beach Well, yes 7-11 I'm going to go to the beach 7-11 Well, I'm going to go into the beach I'm going to go in here I am not feeling a bit I've just heard of the beach I've just heard the beach The beach is so dark I'm going to go into the beach наверное просто это даже ну вот у меня такого пока вот как бы желание там начать собирать там вот и юмора пин флойд нет может даже не потому что там музыка не моя дал как я до этого ожидала может быть просто я еще не дорозный до этой музыки может быть у меня на самом деле все впереди потому что то что мы слушали мне очень многое понравилось и две песни они прямо там песня смайл называется одна улыбка и 2 перед ней вернее которая была песня прям я вот прочувствовал вот это состояние когда действительно на острове ну то есть я так думаю меня закинь на остров куда-то под пальмой и у меня в голове вот что-то подобное начало бы играть какая-то такая для меня какой-то маленько трагичный какой-то такой маленько даже с зловещей ноткой такой нет я в трагичности вообще в нем не услышал на самом деле он да он он ним не мажорный но мне кажется и без какой-то вот без какого-то 7 вот наверно да более более такой но взрослый альбом просто взрослый альбом можем как нибудь еще вот этот 15-го года раттл дэд лог он вообще очень нравится могу слушать его несколько раз уже то есть раз около десяти его уже отслушал не скажу что прям подряд но время от времени когда стоит вопрос а чего послушать чтобы послушать тогда вот безошибочно достаешь можно как-то его когда-нибудь послушать почему нет мне на пользу пойдет я для себя открою глядишь у новую грань какую-то творчество того же гилмора у них на самом деле очень сильно вот когда слушаешь сольники и вот обратил внимание когда слушаешь сольники гилмора да когда слушаешь сольники вот арс и сразу четко прям становится по приходит понимание за то что отвечал кто в инфо и не обращал внимание вот раз он текстовик все таки больше одна текст у него пор такой ты последний альбом не слышал слушал замечательную для меня это вообще просто супер альбом великолепнейший но текстовик то текстовик у него есть ну они они у каждого из них есть свои излюбленные какие-то ходы да своя манера и вот когда слушаешь там флойд там не всегда понятно кто за что отвечает кто там кто что причинил то кто какую аранжировку сделал тогда если залаяла собака или заблеет какой-то баран это явно этого возраста если какие-то значит такие партии струнные то это более коммерческая музыка скажем так это гилмор человек у которого есть фендер стратокастер кстати который за номером 001 самый самый первый фендер стратокастер у него есть это я тоже прочитал ну кулишь про гилмора поговорили мне предложение сможет следующий раз про отраса давай таки живая легенда как-никак за вот просто я только за он есть редчайший альбом 92 года а может ну так не то что речащий на просто вам это дорогой он кстати очень дорогой я на этот альбом облизываюсь уже не не первый год но как дорогой который в прошлом году или позапрошлом его переиздали не который оригинал оригинал стоит 60000 плюс а такое можно в районе пяти-шести тысяч купить поэтому хочется по оригиналу но нету шесть тысяч я тоже нет оригинала но то которая аналог продакшн пятнадцатого года очень прилично или четырнадцатого очень приличная запись аналог продакшн это американского американца конечно звание хорошие аналоговая продукция располагает всегда музыка дэвида гилмора при всем моем достаточно ровно спокойно в отношении к нему она на самом деле настраивает ну во первых она ну паша утверждает что она как трагично мне на наоборот прям вот оптимистической показалось особенно вот вторая сторона и и да и все мы сошлись в мнении и люди которые за кадром находятся все мы сошлись мнение что она настраивает на какие-то такие на философские мысли ну что мы в следующий раз если не передумаем ну передумаем я так понимаю то по в том случае если появится вдруг что-то прям такое стоящее внимание ну мало ли группе как пластинка придет свежая ты скажешь а давай вот ее там послушаем еще что-то в общем если ничего такого не случится то мы будем слушать скорее всего роджера воторса я любого роджера воторса готов с удовольствием слушать мне вот он нравится павлу тоже тут мы во мнение сходимся что-то